МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Артеме отметили День медицинского работника. На торжество во Дворец культуры собрались главные врачи городских больниц, заведующие отделениями, врачи разных специализаций, медицинские сестры и фельдшеры, и все те, кто посвятил свою жизнь служению людям. С приветственным словом в честь профессионального праздника медиков выступила исполняющая обязанности главы Артема Ирина Сидорова. Она отметила, что в медицинских учреждениях округа трудятся настоящие профессионалы своего дела, готовые днем и ночью прийти на помощь. Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Вы первые встречаете нас в этой жизни и знаете о нас порой больше, чем мы сами о себе. Желаю вам уважения и любви к коллегам и пациентам, долгих лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви. Пусть не остынут ваши сердца, всегда будут сочувствующими и горячими. Ирина Сидорова вручила почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки за многолетний и добросовестный труд ряду специалистов различных медицинских учреждений округа. Награждаются за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и результативную деятельность. Скачеева Ольга Владимировна, старшая медицинская сестра правилого государственного бюджетного учреждения здравоохранения Артемовская детская больница. Медицинский старший оставляет 30 лет и большой опыт работы. Но вообще желание с детства быть медсестрой было. Это мое, мне очень нравится. Это специальность, моя работа. Работать с людьми мне очень нравится. Я всех поздравляю от чистого сердца с Днём медицинского работника. Желаю, конечно же, в первую очередь здоровья, успехов, процветания. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, в свою очередь, вручил медикам награды Законодательного собрания. Он акцентировал внимание на том, что власти Приморья будут делать все возможное для укрепления материально-технической базы лечебных учреждений. Теплые слова поздравлений в адрес врачей прозвучали от председателя Думы Анатолия Баделя и депутата Законодательного собрания Приморского края Игоря Чемериса. Мы сейчас очень плотно находимся в контакте с профессиональным сообществом, чтобы понять, насколько те меры поддержки, которые мы приняли, они восприняты в профессиональном сообществе. Насколько эти меры поддержки воспринимаются молодыми выпускниками в вузах, которые у нас есть. Потому что, я не скрою, да, у нас есть проблема по кадрам. У нас есть огромное желание создать, в первую очередь, комфортные условия работы для врачей и, соответственно, комфортные условия для наших пациентов. В Артемовском городском округе трудятся чуть более 2000 людей в белых халатах. Они оказывают медицинскую помощь в государственных и частных учреждениях. Многие отдали себя целиком любимому делу и не мыслят свою жизнь без этой благородной профессии. Я 42 года уже в медицине и считаю, что это самая замечательная специальность, необходимая людям. Очень благодарна судьбе, что меня привела в медицину. Считаю, что мое призвание, конечно, это мотивация людей на здоровый образ жизни, чтобы люди жили дольше, счастливо. И особенно в этот день хочу пожелать своим коллегам, медицинским всем работникам пожелать здоровья, счастья, не потерять, не растерять то тепло души, которое мы несем людям. Каждая наша больница, государственная больница, она уникальна и она не повторяется. Первая городская больница, она всегда была основой травмы, хирургии, нейрохирургии, то есть те острые патологии, неврологии, сегодня сосудистые отделения там, она неповторима, она единственная. Вторая больница – это кардиология, терапия, детство. Оно у нас единое. Родильный дом, родоспоможение, женщины, гинекология – единственные в городе. Понятно, стоматология, скорая помощь – они единые по своей специфике. Поэтому они все молодцы и они достойны уважения и поздравлений. Луиза Сосоева, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Я бы хотел поздравить всех медицинских работников Артемовского городского округа с профессиональным праздником. Сегодня они решают очень важную социальную задачу – это сохранение здоровья населения. Это вопросы, связанные с поддержкой генофонда нашей нации. И от их труда зависит и развитие Артема, и развитие Приморского края, и все, что связано с нашей жизнью. Поэтому мы очень благодарны нашим медикам, желаем также им крепкого здоровья, успехов в их трудовой деятельности и долгих-долгих лет жизни. Со своей стороны органы власти, конечно, сегодня делают очень много для того, чтобы развивать сферу здравоохранения. У нас есть, вы знаете, национальный проект здравоохранения, который определен майским указом президента Российской Федерации. У нас есть соответствующая краевая программа, направленная на развитие этой отрасли. Мы регулярно вносим коррективы в бюджет Приморского края, получая дополнительные средства и из федерального центра, за счет собственных доходов. И эти средства направляются, во-первых, на укрепление материально-технической базы. Если брать Артем, мы с вами знаем, что вот наконец-таки у нас стал реализоваться проект по строительству новой поликлиники. Недавно мы вместе с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко и главой города Авдеевым Александровичем посетили этот объект, посмотрели, как ведется строительство. Ну и надеемся, что в самое ближайшее время стройка закончится, поступит медицинское оборудование, и жители Артемовского городского округа получат современнейшее заведение здравоохранения, где они смогут приходить и получать весь спектр медицинских услуг. Мы сегодня очень большое внимание уделяем привлечению в отрасль и закреплению кадров. Прежде всего, это молодые специалисты, и принято у нас ряд нормативно-правовых актов, в том числе специальный закон Приморского края, который регулирует вопросы поддержки молодых медиков. Это и единовременные выплаты, это и ежемесячные выплаты, это и компенсация аренды жилья, это и компенсация взносов на уплату средств ЖКХ и другие вопросы. Мы сегодня планируем создать специальный фонд арендного жилья, и выделили для этого средства в краевом бюджете. Поэтому вот то, что сегодня делается в целом в крае, оно, конечно, касается и Артемовского городского округа, и его жителей. И я уверен, что совместными усилиями с администрацией Артемовского городского округа, при поддержке наших депутатов Государственной Думы, Владимира Михайловича Новиков, сделаем все, чтобы жители нашего города могли получать высококачественное медицинское обслуживание. Праздник Троицы Праздник Троицы – это день рождения Святой Церкви. День, когда Дух Святой взошел над апостолами, родилась Церковь. Празднуется Троица на 50-й день после Пасхи и считается равновеликим праздником. Все мы здесь, собравшиеся, мы празднуем День Святой Троицы, День Сошествия Духа Святаго на апостолах. Самое важное, что нужно сделать православному христианину в этот день – прийти в храм, исповедаться и причаститься. Для нас, христиан, это очень важно. Важно быть Христом, важно быть Богом. И духовный такой подъем как раз происходит именно для того, чтобы мы смогли дальше нести вот этот Дух православный в дальнейшем нашим предкам. Многие верующие пришли на праздник в храм с березовыми ветвями. Есть такой обычай – это как знак и символ Троицы. А еще в этот день настоятель храма вручил благодарственные письма всем тем, кто помогает Церкви. Не только молитвами, но и материально. Кто стоял у истоков строительства и сейчас жертвует немалые средства и силы, чтобы светилось имя Господа нашего. Я всегда, когда прихожу в храм, всегда оставляю хоть какую-то копеечку, пожертвую навсегда. Предприниматель Наталья Набожейко с самого начала строительства храма помогала своим примером. Так же, как и Владимир Потапов, именно он закладывал первый камень в фундамент будущего храма. Видимо, мой ангел-хранитель распорядился, Господь Бог, что вот моя стезя, моя дорога. Я очень благодарен и прежнему настоятелю, и нынешнему, который принял достойно бразды правления. Вот, и довел до логического завершения то, что должно было быть, чтобы прихожане города Артема услышали имена этих людей, которые действительно в трудную вот сегодняшнюю ситуацию дали копеечку на вот это великое дело. Благословение Божье получил и художник Владимир Олейников. Он реставрировал иконы, оформлял храм на этапе строительства. Вместе с благословением пришло вдохновение. Ведь мы вспоминаем, допустим, Андрею Рублеву картину, когда Бориска плакал, сидел. И когда Андрей Рублев подходит к нему, что ты, Бориска, плачешь? Конечно, он плачет от радости вот этого звона, который понесся по всей России буквально. И он плакал еще потому, что отец не передал ему тайны отлива колоколов. Ну, как это важно, вот эта преемственность. Вот здесь в храме, я считаю, что она правильная преемственность, потому что мы уходим глубоко корнями, а не поверхность так пробежав вокруг какого-то вопроса, ушли, просто так, нет. Здесь нужно вот именно вот это погружение, погружение в веру. Вера – это жизнь. Без веры нет жизни. Вера должна быть осознанной в человеке. По-другому нельзя. Мы очень благодарны этим людям за оказанную помощь, за ту жертву, которую они несли, кто как мог, чем мог. Но это останется на века. Спаси, Господи, их труд и Божьей помощи во всех их дальнейших делах. Всех, кто пришел в храм на праздник Святой Троицы, тем самым подтвердил свою приверженность вере православной, отстоял службу и получил благословение через причастие. Что дальше? Если уж пришел в храм, то нужно исполнять все церковные обряды до конца, а иначе не будет благословения Божьего. Александр Наточек, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости. Александр Наточек, Илья Тишкин, Светлана Нурик.